привет всем вы на канале бир и game а мы продолжаем проходить игру зов ктулху мрачные уголки земли так мы в прошлой серии вот здесь вот где-то с вами сохранились да так у нас сохраняшка прошла поболтали с дамы дамы сердце сердце красавицы сильно кровью обливается слыхал про томаса уэйта тебя надо вздернуть где же все жители а что там другое бульбулятор ходячий ну а я не знаю о решетку слом так я не поняла мы куда-то прошли да ну давай сходим если этого не будет лавка мясника так где мой ножичек будем свининка жарить для мясоеда ай че такой язык что чертам не делаю да чё там смотри здесь нет ничего интересного ришку ты что-то не тянешь она тоже синие смог она тоже черная мало двери залезла в магазин так что давай я буду вопросы задавать ладно мыр города да мне вообще-то все равно у моей семьи серьезные связи в ордене так что я советовала бы вам быть повежливее сэр уху я не местный никакой орден надо мной власти не имеет правда не местный говорите как интересно и подружка брайана это все проясняет ну да я это уже тысячу раз слышал и некоторые врали куда лучше чем ты слушай рут в городе ходит слух что твой любимый сейчас в руках ордена что нет это неправда они же его убьют это все я придумала я просто хотела отсюда выбраться ну от меня ты чего хочешь ну не знаю вы же детектив придумайте что-нибудь следующие две ночи я буду ждать вас на старом заводе рыбных консервов кто там дышать это еще только дайте отдать кому что дать уку на север сей а я не знаю так не надо крутить сниска как нам дать и что то конечно на пункт печка пожарать нам надо аптечку таблетка таранчиком ничего полезного я тут не вижу таранчику потом чем еще как он называется ух ты курочка свинка это курочка такая я не знаю как это фигулая курочка это вообще висит шарим все ищем а может быть у нас код есть да мы кстати многие записи тут ничего важного ну помолчи ты тебя никто не спрашивает а он нам говорит он нам повнимать и говорить что понимать не надо туда лазить тут ничего интересного ничего зато есть здесь код уже все есть да может быть у нас что то есть там тогда она нуждала нам бумажку заходи в инвентарь где наш код тут написано что не код нет не написано ну 900 1922 может быть ограбление продуктового магазина это и есть он да наверное да мистер артур андерсон находясь в офисе в арк эми ну где же наш код а кто нам подсказ а что нам дала что то дала дневник что ж в одном я готов согласиться с местными мне не стоит задерживаться в этой паршивой дыре теперь я понимаю почему сюда никто не приезжает еще один долгий день в магазине вначале я думал что люди обходят его стороной потому что фестнешнл не местная марка но потом заметил что и в другие магазины никто не ходит раз уж об этом зашла речь я не видел здесь ни одного работающего магазина здесь все вымерло но скоро я все равно уйду отсюда уеду и не один а вместе с ней она единственное хорошее что есть в инсмауте мы взломаем сейф старого уэйта возьмем машину и здравствуй нью-йорк яркие огни ночная жизнь все все я ей все это покажу я ей все это покажу ну чё нам где наш шеф ой сейф или ш кук шифр ограбление в инсмауте обвиняется пропавший управляющий во вчерашнем выпуске мы сообщали об ограблении открытого недавно продуктового магазина фестнешнл в инсмауте сегодня дело приняло новый оборот когда городские власти назвали подозреваемым по делу брайана бернама управляющего магазина бернама никто не видел с момента ограбления и предполагается что он покинул город в ответ на запрос адвертайзера главный констебль Эндрю Мартин заявил следующее дело здесь ясное этот молодой человек просто ограбил своего работодателя и сбежал могу предположить что сейчас он уже покинул наш округ и может и штат главный констебль отклонил предположение регионального управляющего фестнешнл мистера артура андерсона в том что бернама могли похитить и ранить или ранить ну чё там где кодака то наша кодака кодака ванака вот и ищем ну что я могу сделать последняя запись в дневнике сделана сегодня здесь написано следующее еще одна бессонная ночь я лежу с открытыми глазами это наверное это кодака который мы убили мать то этой девочки наверное хотя они а томаса я не знаю я не знаю я не знаю Когда была такая возможность. Нет, нужно было его сжечь. Его и весь его поганый рот. Жемница на такой жабокваке. Ну, это же не она виновата. Это вот эти... Кто там мутил это всё. Как же я хочу, чтобы можно было просто уехать. Забыть про свою позорную женитьбу. Бросить свой магазин и начать новую жизнь. Где-нибудь подальше отсюда. Но я не могу. Я здесь в ловушке. Я осознаю это каждый раз, когда смотрю на Рамону. Когда я смотрю на неё спящую, такую прекрасную, невинную. У меня сердце разрывается. Она и представить себе не может, во что превратиться. И она такая же была бы. Вчера ей исполнилось 9 лет. Скоро должны... 10. Скоро должны начаться изменения. Когда она родилась, я очень радовался. Поэтому я всё ещё использую в качестве комбинации для сейфа месяц, день и год её рождения. Именно в таком порядке, начиная по часовой стрелке. Что? Для сейфа... Месяц, день и год её рождения. Именно в таком порядке. Месяц, день и год. Давай запишем на листочке. Месяц, день и год. Теперь нам надо узнать дату... Месяц, день и год её рождения. Значит, три буквы, что ли? Месяц, день и год. Так, будто я стараюсь навсегда сохранить эту дату и отгородиться от неименуемого ужаса. Иногда я подумываю о том, чтобы её убить, проявить милосердие, прежде чем она станет внушать ужас. Прости меня, господи, но она моя дочка, и я ни за что не сделаю ей плохо. Она во всём этом совершенно не виновата. Так, когда родится дочка? Когда придёт время, она сможет жить лишь в Энсмауте, а до тех пор я должен оставаться здесь и приглядывать за ней. Это моя кара. Моё наказание за то, что я решил зачать жизнь вместе с её выбранной матерью. После того, как она станет одной из них. Если до этого я не умру от горя, моя жизнь снова будет принадлежать мне. Вот только не знаю, хватит ли мне сил на свете без неё. Жить на свете без неё. Так, где Кадака? Так. Ты в дневнике ничего не записывал? 6 сентября 2015. Вечер. А, это дневник нашего героя. Вечер. Похоже, я стал жертвой собственного успеха. После того, как я быстро раскрыл последние 5 дел, в газетах меня стали называть местным героем. Но всё дело в том, что я несколько раз подряд сделал удачные догадки. Вот и всё. Я просто ищу один коп, который делает свою работу. Итак, у нас в наличии беспокойство соседей. Может ли? Может там просто шайка подростков, которые решили пошалить при лунном свете. Зачем сразу детектива вызывать? Может, мальчики в форме совсем раскисли в такую погоду и решили поделиться своей радостью с местным героем. Это будет не первый розыгрыш, который мне устраивает после газетных заметок. Впрочем, загадывать не буду. По-моему, что-то тут нечисто. Я испытываю кое-что посильнее, чем просто плохое предчувствие. Трудно объяснить, но на душе очень неспокойно. Возможно, я просто устал. Мои сновидения положение не улучшают. Я даже вспомнить не могу, когда последний раз нормально спал ночью. Наверное, не меньше месяца назад. Как раз тогда, когда началась моя полоса удачных догадок. С недавних пор сны стали ещё хуже. Я уже боюсь и глаза закрывать. Вначале помогала выпивка, но сейчас даже она не действует. Наверное, хронический недосып ещё и на нервы влияет. Ну ладно, нервы нервами, а мне пора собираться. Собираться и искать сейф-кот. Брайна. Где же наша калака? Беда родилась, это чудовище маленькое. Альбом рисунков. Рисунки в альбоме Рамоны будто взяты из ночных кошмаров. Сложно поверить, что маленький ребёнок может придумать такие ужасы. Здесь есть рисунки странных невероятных существ. Они нарисованы очень грубо, но всё же внушают животное чувство отвращения. Над одним из них написано «Мама». Что бы это значило? Эти тревожные рисунки заставляют серьёзно задуматься о психическом состоянии девочки. Всё? Наверное, она видела всё? Стоп, стоп, стоп. Что там? Ну ладно, что-то было. Дневник. Так, ещё раз давайте его почитаем. Может быть, вначале мы пропустили. Нет. Когда твоя мелкая тётка-чудовище родила месяц, день и год её рождения. Ну когда же ты родилась-то? Не сказано, нам не сказано. Какая-то загадка здесь. Так, это нам читать не надо, да. А как нам узнать? Как нам узнать дату? Это его магазин, да? Не поддаётся. Да, это вот очевидно был его магазин. Может, там где-то что-то написано. Может, к сейфу там подойти и посмотреть. Может, там что-нибудь есть на сейфе самом? Ничего. Буквы наши... Не-не-не, на сейфе-то вряд ли будут. Прямо на сейфе тебе... Ну, может, там цифрыки обозначены точечками. О, так. А мы тут были или не были? Мы отсюда пришли, да? Сейчас мы запомним это место просто. Может быть, нам к ней идти? К ним в дом? Да, я тоже так подумала. Может быть, нам действительно... С Дольфами лучше. Нет, Дольфовска, они Гитлеры. А мы Штирлицы засланные. А мы туда не пройдём. О, ты будешь наебздить? Прежде чем Тома Уэйта уволокли, он дал мне ключ от универмага. Если вы собираетесь туда пробраться, будьте осторожны. Он стоит прямо на главной площади. Там есть чёрный ход вниз по ступенькам. Он велел мне защищать содержимое сейфа и вывести это из города. Куда это? Прежде чем Тома Уэйта уволокли, он дал мне ключ от универмага. Мы уже это читать. Чёрный ход вниз по ступенькам. Он велел мне защищать содержимое сейфа и вывести это из города. Ох, ты, Дольфовска. Ох, ты, стукачиха. Что-то нас сквозь голову говорит. Ну, следят, следят. Ух, ты, чернокнижница. Синяя, синячка. Вообще, честно говоря, тут никому доверять нельзя вообще. Я так думаю, тут никому не поддаётся. Не поддаётся. В этот магазин заколочен. Это мы видим. Что, обратно нам идти на площадь, в чёрный ход? Так, а там что вниз? Внизу мы снизу пришли. Бабулька, отойди, пожалуйста, подбабулись. Мы оттуда при... Не поддаётся. Да что? На площадь чёрный ход или что? Нет, мы уже были там только что. Мы просто коды от сейфа не знаем. Так-то мы там были. Кровища. Так, хорошо, код. Где может быть код? Дома у них. А дома к нам не пробраться. А почему не пробраться? Почему бы и не пробраться? Ну, пошли, проберёмся. Сюда можно зайти? У нас ключ какой-то есть. Не открывается. Не открывается. Почему? Открой. Ты же мужчина. Пошёл, пошёл, вон, число. Ага, они всё на него скинули, они на жабу, бегающую в тритонны. Пойдём, посмотрим. Не поддаётся. Да что вы не поддаётесь-то всё? Писать пошёл. Иди отсюда, иди. Или что-то пошёл. Ух, кто тут душ. Хмырь. Бесишь что-нибудь. Болотное стадо. Ничего не хотят говорить. Какое-то племя адское. Чёрный ход, где Чёрный ход? Не открывается. Не открывается. Памятник без головы. Эй, у вас памятник без головы. Хоть бы это сделало. Без головы. О, туда пойдём, рот. Это редакция местной газеты Инсмаутский курьер. Не открывается. Сохраняк это наша, потом надо найти. А сейчас мы пока ищем. Инсмаут. Зачем газета нужна? Им газета зачем? Они даже к памятнику голову не могут приделать. А газета им нужна, чтобы у них газета вывезли. Вдоль, вдоль, вдоль. Вон туда нам надо, походу. Вон туда нам надо. О, смотри, всё перекрыли, да? Это же было открыто всё. Там алкаш где-то был. Синеглаза убили. Гонстебль, что это за кордон? Занимайтесь лучше своими делами. Что вы сделали с Томом Уэйтом? Это дело полиции. Вам не о чем волноваться. Странный это символ. Похоже на горящий глаз. Нужно изучить его поближе. С ним без толку разговаривать. Помощи от него можно не ждать. Чего ты чешешься, вшивый упыль? Уйди отсюда, у тебя пристрелить надо. Тебе надо пристрелить, и всё нормально будет. Посмотрите, иди отсюда, иди отсюда. Ну что, нам только вниз. Что тут ещё-то делать? Да, мы тут уже всё посмотрели. Бабуин толстый ходит. Я просто не знаю, какой код, честно говоря. Блин. Ну вот надо как-то узнать. Походу, нам надо взять из сейфа что-то. Не поддаётся, не поддаётся. Да хоть что-то поддастся или нет. Сюда. Дольф сидит. Так, тут отелишка, мотелишка. Добрый вечер. Меня зовут Джек Уолтерс. Я просто так приехал. И не говорите, сэр. Гилман. Чарли Гилман. Я владелец этого отеля. Комната есть? Я точно не знаю. Старина Хэббит сейчас убирается в комнату. Эти чужаки после себя такую грязь оставляют. Вот здесь мы закончим серию. Подписка на канал, ставим группа ВКонтакте. Ничего он мне не скажет. Да и жуткий он какой-то. Но если мне нужна комната и деваться больше некуда, то... Ставьте лайки. Я к нему вернусь. Ставьте в группу. Чу-чу-чу-чу-чу. Пока. А, сохраняшка здесь рядом, кстати. Так что... Я это запомнила. Вот она здесь вот на стене.